На творчестве не заработаешь. Дизайнеры, журналисты, художники – бедные люди. Этот миф развеяли эксперты фестиваля креативных профессий. Для школьников организовали мастер-классы. Их провели представители центров дополнительного образования и ведущих колледжей. В данный момент мы делаем такие сувениры в стиле стимпанк. Это механический стиль. Вот такие мы заранее заготовили из гипса. Они в форму заливаются. Вот таким образом отсюда заливаются. А потом получается, через 30 минут мы вытаскиваем эти формочки. Получаются вот такие гипсовые заготовки. И уже потом дети могут дать волю фантазии и залить цветом белые сердечки. Так раскрывается потенциал ребенка. В процессе он решает, интересно ли ему эта сфера творчества. Если нет, пробуй тебя в чем-то другом. Например, в дизайне. То есть это общее упражнение на развитие фантазии, на развитие визуала. То есть способ придумать из большого метража ткани целое произведение искусства. Кроме того, для будущих выпускников организовали брифинг-встречи. На них спикеры раскрыли все секреты, как добиться успеха в любимом деле и превратить его из хобби в хорошо оплачиваемую профессию. Мы прослушали лекцию от разных профессионалов, которые рассказали нам, в чем заключается их дело и как они к этому пришли, чем они занимались, чтобы стать профессионалами. Каждый спикер, каждый мастер-класс направлен на развитие своих увлечений. И мы на всех своих фестивалях говорим, что какое бы вы направление не выбирали, но карьерой, чтобы быть успешным на рынке труда, мы рассматриваем как конструктор. Этот конструктор дети собирают по крупицам в школах, центрах дополнительного образования, кванториумах, молодежных академиях. И в конечном итоге полученные знания формируются в призвание. Регион получает молодых двигателей прогресса и развития экономики. А сами ребята – работу, которая по душе. Александра Никитина и Геннадий Бухтояров. Уллправда. ТВ